Что мы знаем о Японии? Унишла! Нет, ну если серьезно, у японцев кроме аниме, Годзиллы и больших роботов, еще есть прекрасная литература, чего только романы мураками стоят. Японская литература очень своеобразна, она очень психологична, и даже совершенно обычным вещам придается яркое значение. И если вы любитель глубокой философии и психологии, а также неравнодушной культуре Востока, то хочу вам порекомендовать одну интересную книгу, а именно научи меня умирать. Написал данную книгу Мацо Монро, он же Кирилл Алексеев. По одному образованию он редактор, по второму психолог. Сейчас заведует отделением экстренной психологической помощи в Санкт-Петербурге. Он хорошо знает быт и нравы Японии. И если до этого вы читали мураками, то книга вам вначале покажется очень штампованной. Но впоследствии я уверен, книга вас приятно поразит своим сюжетом, своими персонажами и своими событиями. Главный герой книги – 30-летний японец Катара, который утверждает, что он самый нормальный. А ведь у каждого из его знакомых есть своя придурь. Кто-то моет руки сто раз за час, один из его знакомых выбивает футон с полуночи до двух часов ночи, а один из его соседей вообще бьется головой всю ночь об стену. Да даже учесть в университете, у которого был друг, который выдавливал глаза кошкам на улице. И в жизни нашего героя интересуют только два вопроса – что купить нового для себя или для дома. И сам герой понимает, что он попал в общество потребления, но не собирается оттуда выходить. Ведь так живут все люди, и это нормально. И зарабатывает он себе на жизнь тем, что придумывает рекламные слоганы. «Я в весеннем лесу пил березовый спрай». И в общем-то у Катара вполне размеренная жизнь. У него только есть одна проблема – он конфликтует со своим начальником Ямадой. Но внезапно в жизнь нашего героя врывается красноволосая девушка по имени Вик. И она просит Катара, чтобы тот помог ей самоубийством. Точнее, суицид совершит она сама. Катара должен просто проследить, чтобы ее тело похоронили, ведь она совсем одна. Поначалу Катара не воспринимает слововик всерьез. Но чем больше он с ней встречается, тем его жизнь становится более сумасшедшей. Он заходит в бар, двери которого открываются только для него. В этом баре есть бармен-негр, который постоянно протирает кружки. До вершения всего к Катаре приходит обезьяна, которая пьет пиво и начинает с ним разговаривать. Именно она говорит, что Вик может изменить жизнь Катара. И после этого жизнь нашего героя начинает кардинально меняться. А все начинается с того, что Вик просит Катара съездить с ней в больницу. В этой больнице Вик и Катара врубают охранников и крадут хлороформ. И все бы ничего, если после этого какой-то маньяк не зарезал этих охранников как свиней. И вот незадача. Есть свидетели, которые сказали, что видели Катара в тот момент на месте преступления. И Катара начали подозревать в убийстве. К нему приходят полицейские, которые виду своей любви к покемонам, автор называет их Пикачу и Рэйчо. Первоначально Катара выкручивается. Но его босс на работе ведет себя так, словно сам был в той больнице, когда Катара и Вик крали хлороформ. Естественно, Катар начинает подозревать своего шефа. Но его задерживает полицией. Ему ничего не остается, кроме как бежать от них. Спасается он в своем баре Глюки, откуда Вик его вызывает по телефону. Но сначала наш герой решается отправиться домой к своему боссу Ямаде. И там попадает в ловушку. И там происходит по-настоящему напряженный диалог, во время которого Ямада отрезает ухо Катара. И, собравшись силами, Катара вырубает своего босса и сбегает. До дома Вика его доставляет знаете кто? Правильно, обезьяна. И вот тут-то и начинается поистине удивительный финал романа, который вроде бы как бы и предсказуем, но оставляет после себя какую-то незаконченность. А именно... Хочу сразу сказать, книга мне очень понравилась. Рекомендую всем. Она написана действительно легким и приятным языком. С хорошей философией, тонким психологизмом. Особенно очень интересно наблюдать, как психологически меняется состояние персонажей. За персонажей действительно переживаешь. И сюжет вас будет держать в напряжении до самого конца. Самое главное в этой книге, что тема суицида не стоит остро. Книга совсем о другом. Но Кирилл Алексеев хорошо и полно показал нам тонкую грань между жизнью и смертью. На сегодня это все. Не забудьте подписываться, ставить лайк, комментировать. С вами был Николай Каравай. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok